И телячьей нежности в Legacy of Pain defines. Сосите кровь. Пришло время играть. Игра с продолжением. К нам идут большие проблемы. Их зовут Адам Сесслер и Морган Веб. Добро пожаловать. Сегодня мы имеем дело с франчайзингом. И это во всех сегодняшних сюжетах. Игровая индустрия последовала примеру Голливуда. Теперь все меньше фирменных программ и все больше ремейков. Например, серия Legacy of Pain. Множество дот-хоков. И многолитий Mortal Kombat. А также вторая часть популярной сноубордистской игры. Но сначала продолжение военной игрушки Ли Сол Скайс. У нас обзор, не поверите. Ли Сол Скайс 2. Вы когда-нибудь мечтали летать на реактивном самолёте, выполняя задания миротворческих сил? Сейчас у вас появился для этого отличный шанс. Ли Сол Скайс 2 для PlayStation 2. Ли Сол Скайс 2. История, построенная на благодатной почве постапокалиптического будущего. Континенты погружены под воду. Все, кто умел плавать, объединились в кланы, надеясь выжить. Один клан решил напасть на другой. Похоже на столкновение двух огромных магнитов. Ли Сол Скайс 2 — это непростая аркада. Она скорее ближе к серьёзному симулятору, но игра предназначена не только для пилотов-истребителей. Если у вас есть склонность хитрить и шалить, выполняя безумные миссии, то вы полюбите проворный МиГ-29. Если же вы выбрали менее манёвренный F-14D, то сметайте на здоровье наземной цели своей галкой. Обожаю запах Напалма по утрам. В игре Ли Сол Скайс 2 много опасных природных явлений. Сильный ветер регулярно швыряет самолёт, как бумажную игрушку. По ходу игры будут открываться новые классные машины, а также другие полезные возможности. А помощь пригодится, чтобы сражаться с вертолётами. Все они снабжены бронёй и наводящимися ракетами. Плюс наземное вооружение противника и летающие броневики, которые не дадут вам скучать. Если вы почувствовали, что воевать с виртуальным оппонентом слишком просто, можете подключить своего друга и играть вдвоём. Многие игры имеют опцию видеозаписи, но здесь происходящее фиксирует целых девять камер. Имеется даже модная система, позволяющая просмотреть каждую битву в детали. Глядите, какой основательный манёвр! Хороший противник — мёртвый противник. «Лизл Скайз 2» придётся по вкусу любителям воздушных баталий или тем, кто просто хочет попробовать немного полетать. Достойная физика полёта, реалистичная графика, невероятные возможности для записи сражений позволяют поставить игре 4 балла из 5. Игра подойдёт даже тем, кто ненавидит авиасимуляторы. «Лизл Скайз 2» звучит как название книги Ральфа Надера, посвящённое загрязнению окружающей среды. Хорошо. Дальше нас ждёт последняя разработка из серии «Легаси оф Кейн». Кто не знает, скажу. Предыдущими творениями серии были две игры «Блад Аумен» и две игры «Сол Риве». Как-то очень запутанно. Немного сложно. «Блад Аумен» — вы играете за вампира по имени Кейн. Правильно. В «Сол Риве» действие происходит в том же месте, но ваш герой-вампир по имени Рейзил. А злодеем в первой и второй частях «Сол Рива» является Кейн из первых двух игр. В общем, ему довелось побывать и героем, и злодеем. Последнее издание игры получилось сборной солянкой. Всё очень сложно. Зло и добро перемешались. И теперь в новом «Легаси оф Кейн» вы получаете возможность играть и за Кейна, и за Рейзила. Итак, переходим к обзору. «Сдавайся и накорми меня». Но нет. Бедный маленький похититель душ. Совсем ещё ребёнок. К счастью, по крайней мере, один безбожный, бесчеловечный, негодный вампир отправился противостоять мрачным потусторонним типам. Да, в «Легаси оф Кейн Дефайнс» вашу команду снова возвращается король. Король вампиров. Кейн. Что это было? В «Легаси оф Кейн Дефайнс» два центральных персонажа, Кейн и Рейзил, объединяются в виртуальную команду. Кейн – прирождённый воин, настоящий кровопийца. Рейзил же – сверхловкий и неутомимый похититель душ. Что же подвигло их на союз, спросите вы? Достаточно будет сказать, что с этим незнакомцем вам не стоит встречаться. В чём можно точно не сомневаться, так это в том, что Кейна и Рейзила, двух непримиримых соперников, объединил чрезвычайно страшный и сильный враг. Далее следует долгое путешествие по нашему и другим мирам. При этом герои отлично экипированы и готовы дать отпор любому, кто встретится на их пути. Похититель душ Рейзил двигается быстро, атакует стремительно и уничтожает своих врагов, всасывая в себя их души. Видимо, это очень вкусно и жертве не больно. Сдавайся, демон, и твоя смерть будет лёгкой. С другой стороны, Кейн, с чего бы мне начать? С Кейном всё проще. Он настоящий кровопийца. Этот парень умеет не только взбираться по стенам и просачиваться через различные преграды, но и обладает мощной телекинетической энергией, которая позволяет ему манипулировать людьми. Да, я знаю, о чём вы сейчас думаете, и вы правы. Это определённо очень круто. Он может также осушить жертву на расстоянии, оставив на ней характерные вампирские следы, или просто пронзить мечом. Так или иначе, можно уверенно сказать, что силы мысли — это прекрасное орудие для массового уничтожения. И нам это кажется удачной идеей. В течение некоторого времени игра будет недоступна для пытливых глаз и пылких пальцев. Но то, что мы с вами видели, её основа — каркас. Сейчас я ещё не могу рассказать, что за тайна лежит за этим занавесом. Держу рот на замке. Но если вам будет очень интересно, уверена, вы найдёте способ высосать это из нас. А пока можете считать, что вы ещё ничего не видели. Печальный факт, связанный с этим брендом, несмотря на все усилия разработчиков, каждая последующая игра этой серии продавалась хуже, чем её прародители. Мне кажется очень загадочным, как Кейн высасывал кровь по воздуху. Знаешь, его насосные способности могли бы пригодиться в народном хозяйстве. Смотрите далее. Внимание, готовы ли вы перейти к Дотхек Аутбрейк? Всё сознательное население нашей планеты, они идут к вам, Адам Сесслер и Морган Вэб. Спасибо за поддержку. Добро пожаловать на наше шоу. У нас на очереди РПГ. Это новый Дотхек. Название игры этой серии чрезвычайно зловеющей. Первая часть называлась «Инфекция», вторая называлась «Мутация», третья часть была названа «Мятеж». Часть 4 называется «Карантин». Она выйдет чуть позже. По-моему, все серии так глубоко погружены в собственную мифологию, что последующие части игры очень сложно понять, если не играл в предыдущие. Компания выпускает новые серии игры с интервалом примерно в 3 месяца. Вы можете сохранять данные с предыдущих игр, если не хотите продолжать играть с нуля. Мы рекомендуем вам делать это, потому что иначе вам придется очень, очень непросто. Как нам сейчас. Вот наш обзор Дотхек Аутбрейк. Миры Дотхек наводят меня на мысль, что они были раскрашены мной. Да-да, никем иным, как именно мной. Разработчики попытались внести в программу возможность играть большому числу участников и онлайн-версию, причем не делая свое детище онлайн-игрой. Позвольте мне объяснить. У летучей мыши есть пластиковый меч, и ей нужен консервный нож. В Дотхек Аутбрейк, как и в двух ее предшественницах, действия происходят и в реальном мире, и в мире, симулирующем онлайн-игру. На самом деле, оба мира виртуальны. Реальный мир в игре представлен, по сути дела, неким десктопом. Здесь вы выполняете ежедневные дела, читая электронные письма, знакомясь со свежими новостями, занимаясь самообразованием и отфильтровывая спам. О, туалет для кушечки. Короче, обычная жизнь, не так ли? У Энн есть чит, и ей нужна мантия. И вот вам удается выкрыть немного времени в вашем насыщенном расписании, и у вас есть возможность погрузиться в некую иллюзорную онлайн-игру. Другой мир. Люди, оставайтесь со мной. Через этот интерфейс вы можете проверить последние бюллетени по ходу игры. Я знаю, звучит сухо, так и есть. Но таким способом вы можете узнать много полезной информации о ходе игры. Это неизбежное зло. Хорошо? Хорошо. Когда вы войдете в виртуальный мир, программа выполнит процедуру построения иллюзорной онлайн-игры. Она представляет собой огромное пространство для исследований, с обилием чудовищ и множеством так называемых участников игры, с которыми нужно поддерживать контакты. Здесь более чем достаточно опасных ловушек и различных полезных предметов, которые надо собирать. Сражения здесь бескомпромиссные. Это может показаться несколько утомительным, схватка за схваткой. Но поверьте, это лучше, чем радости чтения писем. Посмотрите, опять новости. Не хочется сейчас говорить лишнего, но необходимо заметить, что игровые задачи вы решаете как в реальном мире, так и в игровом. Не называйте меня безымянным. Соблюдайте правила. В целом, эта проблема может оказаться очень непростой. Собрать из двух миров ответы на поставленные вопросы. Остановить раздражает. В целом, к игре нет особых претензий. Важно только запомнить, если вы еще не играли в мире Дотхек, ознакомьтесь с играми этой серии в порядке их появления в свет, после чего можете приступать к Дотхек Аутбрейк, к которому мы присваиваем три балла из пяти. Если вы не можете жить без нашего суперобзора игр или других наших варенья, добро пожаловать на наш сайт. Заходите. Да. А мы еще вернемся, оставайтесь с нами. Никогда не смешивайте алкоголь и драки. Mortal Kombat Tournament Edition. Жизнь похожа на коробку шоколада. Вы никогда не знаете, где вам попадутся Адам Сесслер и Морган Вэпп. Мы вернулись, и у нас есть Mortal Kombat для Game Boy Advance. К этому моменту существует столько Mortal Kombat, сколько иголок на ежике. Почти все Mortal Kombat были адаптированы для Game Boy, а две серии форматировались по GBA. Настало время для Mortal Kombat Tournament Edition. И впервые новые персонажи из Mortal Kombat Deadly Alliance появляются на экране Game Boy Advance. Ты волнуешься? Очень. Я взволнован? Да. Тогда переходим к обзору. Кончай его! Кончай его! Боже, Кейс пытался меня убить. Да, детки. Тот самый старый, добрый Mortal Kombat вернулся в несколько новом обличии. Mortal Kombat Tournament Edition, продолжение Dark Alliance. Вечная игра приобрела некоторые новые детали. 3D-основа придала внушительности знаменитым 2D-персонажам. Движения остались те же самые. Думаю, вы их хорошо помните. Как всегда, главный герой игры, запавший всем в душу, это кровь. Целые галлоны красных брызг. Помните радость, которую вы испытывали в первый раз, играя в Mortal Kombat, и как тогда весь остальной мир отходил на второй план. Перенеситесь снова в те мгновения напряженной схватки, когда вы были точно уверены, что скоро раздавите своего противника. Да. Верните вновь те ощущения, только в портативном варианте. Mortal Kombat Tournament Edition и снова на ринге кровь. Обратите внимание на этого парня. Его зовут Борэйчо. Если произносить слитно, будет Боррачо. Это по-испански любитель выпить. Он и правда похож на вопивоху, который, насмотревшись на Джеки Чана, дерется в стиле пьяницы. Вероятно, ему приходилось иметь дело с тухлыми яйцами. В результате содержимое его желудка периодически оказывается на полу. По этой причине противники на некоторое время оказываются в неуспойчивом положении, когда их можно мутузить. И, конечно, никто не отменял любимого всеми фаталити. Джонни Кейдж и Скорпион, как обычно, ворона-рептилия и, естественно, нежный, до боли знакомый голос судьи. А также некоторые традиционные моменты, без которых не может обойтись ни один выпуск этого бестселлера. Может возникнуть вопрос, чем турнамент отличается от Mortal Kombat Deadly Alliance? Графикой прямо очень схожая. Отличия в нескольких новых декорациях и персонажах. Наш совет. Если у вас есть Mortal Kombat Dark Alliance для GBA, можете не тратить деньги. Считайте, что вы уже играли и в эту новую версию. Мы присуждаем ей 3 балла и сбить. У этого Рэй Чо очень неплохие навыки. Он может драться и очищать желудок одновременно. Это может пригодиться. Это грубо и отвратительно. Смотрите далее. Танцы на снегу. Нас ждет Ampet 2. Вы приготовили пистолеты в кармане? Тогда приветствуйте, Адам Сесслер и Морган Ветт. Кон-кон. Кон-кон? Кон-кон. Уже лучше. Рады снова видеть вас. У нас предварительная версия Ampet 2. Прошлая игра представляла собой жесткий сноуборд-симулятор. Получается, что сокращенно с Ким это сноуборд-симулятор. Но как может сноуборд-симулятор быть жестким? Эта игра не похожа на СС-Экстрики. Но основана она, конечно, на сноровке. Вы делаете вызов силе тяжести и выполняете невероятнейшие трюки. Все это очень весело. Сейчас Ampet 2 еще и с дополнительным режимом сноускейт. Ну что, начнем заползать на склоны? Это похоже на горного тюленя. А теперь наш обзор Ampet 2. Ampet 2 это далеко не дилетантская работа. Игра является продолжением предшественника агрессивного сноуборд-имитатора для Xbox. Вероятно, Ampet показалась разработчиком более подходящим именем, чем Baked. А жаль. Ампет 2 есть все, что характерно для настоящего сноуборда, за исключением затрат времени на лечение переломов. В этой игре вдвое больше горок. Каждая горка имеет различные вариации в плане трамплинов. На склонах находится множество препятствий, о которых можно сильно ударяться. Мне-то особенно хорошо удается. Здесь есть возможность заняться новым видом спорта, называемым сноу-скейтинг. Это когда скейтборд крепится к лыжи, что позволяет выполнять трюки, которые невозможно сделать, если ноги жестко фиксированы. Мягкая маневренность движения будет ключом к преодолению серии препятствий. За успешное приземление бонусные очки. Особая постановка трюковой системы близка к реальности и позволяет мастерски выполнять не только скольжение прыжки, но и подключать к работе руки. Прыжковые маневры построены так, что невозможно пропустить ни одного препятствия. В начале игры, прежде чем отправиться на вершины, нужно зайти в меню подбора спортсмена. Важным преимуществом новой серии игры стала возможность участия двух игроков. Помимо одиночных состязаний, мир Xbox позволяет устраивать соревнования с живыми соперниками. Варианты звукового оформления игры выбираются в этом заснеженном меню. Учитывая все прелести игры, похоже, что Ampad 2 вызовет лавину интереса у любителей сноуборда. Станет ли он бестселлером или уйдет небытие? Вы узнаете об этом в наших последующих обзорах. Выглядит весело. В играх типа Ampad 2 иногда требуется по 10 часов тренироваться, чтобы исполнить какой-нибудь трюк. Вы должны быть терпеливыми, мои ленивые ученики. Терпеливыми. Да, угадай, чего у меня нет. Терпение. Ты права, ведь я не доктор. Извини. Я должен извиняться за это. Я действительно должен, но я не собираюсь, потому что я вас даже не знаю. Понятно, что не у каждого найдется по 10 часов, чтобы тренироваться на сноуборде. Но, знаете что? Настоящих ценителей ничто не остановит. И, конечно, мы собираемся посмотреть, как изменится популярность игры в ближайшем будущем, когда снег покроет все вокруг. Верно. Ну, что теперь? Письмо от зрителя. Письмо от зрителя, да. Сегодняшнее письмо от зрителя Ричарда из Флориды. Мне нравится, что у него нормальное имя, в отличие от некоторых асесслеров. Ричард пишет, я люблю ваше шоу, но что, если по воле небес с одним из вас что-нибудь случится? Кто будет вести передачу? Следует ли беспокоиться? Это хороший вопрос. Я скажу, что у нас есть некий план, но знаешь, Ричард, что на самом деле без меня программы не будет? Я сесслер. Что это значит? Незаменимость. Кто-то здесь шляется. На самом деле мы клонировали тебя и сделали твоего двойника. На всякий случай. Он немного моложе тебя. Он более обаятельный, чем ты. Это определенно. Его зовут Адам-2. Он надел мою рубашку. У него мои тупли. Добро пожаловать. Я ненавижу РПГ. Им три балла три балла из из пяти. Дик-дик. Дик-дик. Боже мой. Я говорил, что люблю Человека-дождя. Он хорош. Ладно, ладно, ладно. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Какая моя любимая игра? Ghost and Goblins. А он хорош. Да. Это чтобы ты не расслаблялся. Если вы хотите узнать больше о чем-либо увиденном в сегодняшней передаче, высказывайте пожелания на веб-сайте. Адам-2. Адрес вы знаете. Хватит. Хватит. Это не смешно. Это не смешно. Отвали, это мое шоу. Отвали, это мое шоу. Мальчики, давайте немного поиграем. Давайте поиграем. Мы все должны поиграть. Фильм озвучен по заказу ТВ Карамля. Продолжение следует.